Всем привет дорогие друзья. Всем привет любимые наши пятифраггеры. С вами как обычно Вуди. Энтер. Да и сегодня мы будем делать обзор на карту Люси Овчаркин. Вычеркана. Ну это у него логин такой типа Вечеркин я его называю. Это у нас варкап. Варкап под номером 177. Проходил он с 28 мая по 4 июня. И собственно начнем. Давай давай сегодня я вначале покажу карту. Я ее очень мало играл. Так сначала мы появляемся на вот этом вот овале, овальный круг. Здесь мы видим что перед нами есть рокет и неуязвимость. Они опять триггерами. Нет не триггерами. Это этим. Да нет. То есть это просто светящиеся такие кубики. А так это айтина. Вот нам дают две ракеты и много-много неуязвимостей. Судя по... Ага это клип. То есть судя по... Судя по карте надо будет... Что-то подстреливается. Нет не подстреливается. Вэпон клип. Вот. Судя по карте придется... Вот значит бежим 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 вперед. У нас две ракеты. И видим впереди... Вот стрелочка, что нам нужно в ту дырочку. Вроде как. Это здесь у нас тетка за стеклом стоит. Вон там видно два квада, в котором вроде как никак не подобраться. Да, вряд ли получится. Вот. И вроде как туда по стрелочке нужно прыгать. Я потрачу один ракет, чтобы добраться. Вот. И здесь вроде как отбирает у нас все. Все оружие. Возможно... Ну... Вот там какой-то есть путь. Но посмотрим, когда будем проходить. Здесь у нас триггер, который дает нам гранату. Не знаю, зачем. Посмотрим. Здесь у нас слик. Неплохо в принципе. Ну, на повороте для цепи как раз. Да. Здесь лесенка, в которой надо прыгать. И еще слик. Ну, кстати... Ага. Здесь около стены кого нет. Значит придется вот здесь вот направо-налево разгоняться и перепрыгивать через эту яму. Или... Или сбоку прыгать. В общем, не знаю, кому как получится. Понравится. Вот. Дальше у нас телепорт. Обычный триггер. Вот. И мы попали в новую комнату. Так, что здесь за комната? Потолок в кубиках. Здесь нам ничего не дают. Здесь показано то, что дальше нам дадут плазму и хейст. Скорость. Ну, чтобы не вибраться, нужно вот этому бортику идем и не дать наверх. Не дали. А я-то... Нас обманули. Уходим отсюда. Нас обманули. Да. Здесь, вроде как, я понимаю, оттуда дальше надо как-то забираться. То есть, либо с гранаты. Угу. Сейчас обыгнул. И либо, вот, вот после прыжка туда, как я так понимаю, где-то вот здесь вот есть триггер. Ну, что там светится такое? А это, наверное, стекло. Там дырочка какая-то. Ты туда не пролезешь, не мечтай. Да, ну, ладно. Ну, косяк маппера, то что именно. Ну, может и не косяк, не за. Вот. В общем, нам вот здесь вот где-то дают плазму. То есть, вот здесь вот прыгнуть и пытаться по этой стенке проплазмить. Ну, либо в этой, либо... Либо если у вас уже есть плазма, то, то... Ну, то есть, вы, допустим, упали и... Ну, потом подобрали плазму, упали в итоге. Либо с гранатой, либо по тем стенам. Ну, там... Да, то есть, если... Если мы прыгаем сюда, падаем вниз, можно переключиться на плазму, попробовать вот здесь вот здесь. Что немного попроще, чем вот вот этой стенке, но медленнее, намного медленнее. Ну, медленнее, да. Ну, типа для тех, кто не с первого раза. Здесь у нас слик. Слик сначала с подъемом наверх. Потом... Вот нам туда дальше надо, видимо, плазмить по стенкам. Вторая стенка. А-а-а, у меня лаги. Это карма. Опять лаги, в общем. Да нет, это я просто так криво плазмлю. Вот, тут, судя по всему, нам нужно вот раз-два-три стенки, потом переключиться на противоположную. Сейчас попробую здесь пакнуть и пройти по этой стенке. так просто я думаю с этим переключаться то есть с одной стенки на другую и доплаживаем до сюда вот дальше что у нас дальше нас нам надо туда видимо по второй стенке и здесь опять слег слег да слик слик с поворотами падик и еще один телепорт да вроде туда там там ничего нет вот и этот телепорт а я назад могу нет нет но вроде как он скорость сохранять на ладно я же пугался еще западу интересно что там вообще адек это то место внизу там слик вот сзади будет на повороте и там ступеньки дальше а вот то есть я вот тут это выворачиваю да 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 там вот и здесь а вот ступеньки вот они спускают спуск вниз ну ладно дальше еще один типор и который все собирает и вот я появляюсь другой стороны это я мы смотрел вниз не советую падать хорошо они постараюсь не упасть вот но предположу что здесь клип вот здесь вот раз сюда можно будет проверить как стрейк 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 такие падики кривые это небо а это не небо прям пиксельный потолок ладно где фраг учимся читать целых шесть минут кто не мог достичь такого я я не знаю я вам я попробую проведаю так проверь клип кстати да 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 мне интересно там нет клипы можно сроки там связать убираемся и умираем вот сейчас я просто добегу до финиша чуть-чуть чуть-чуть просто быстрее вот здесь у нас слик немножко мы туда пролезаем по клипу прыгаем не получилось там все плохо да нет там все хорошо сохранение скоростью нажимать раньше прыжок вот мы и финиш какой-то какой-то финиш в общем типа финиш был давайте показывай я предлагаю ой это я предлагаю дэвмап сделать завод hd хорошо но ты заходи да да сейчас я случайно не колвод написал просто дэвмап в итоге меня в оффлайн кинуло дэвмап нет ты напиши у тебя уже там написано странно что оп включился что интересно со светом то включается то выключается смотри не отвались то ли из-за интенсити то ли да не я не отвалюсь ну вариаций прохождения здесь в принципе достаточно много появился так на старте в принципе основных как мы будем основу рассматривать что совсем мелких вариаций это будет много но основных разные я поставить про все донести первое нам даются два рокета в принципе ну проверим где старт триггер начинается старт триггер у нас вот здесь вот на этой полосе значит у нас здесь есть место даже сделать при джамп и или на тех или круги по наворачивать либо круги да даже по наворачивать и сделать гп от задней стены надо получить максимальную скорость и как ну делать его диагонально понятно в эту сторону чтобы лететь примерно вот так и отсюда же сразу сделать второе гб и лететь к дырочке ну примерно 1500 на а со второго гб это точно так либо 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 мы делаем обычный гб ну обычный гб как бы от стены делаем пару прыжков и благодаря там слева за ней легче а уголок нет ну как ее назвать ну благодаря наклонной так скажем ну стенке да наклонной стенке мы от нее делаем гб и также там тысяча четыреста тысяча пятьсот залетаем в дырочку просто стрейк либо мы делаем просто стрейк с стрейк и отсюда уже до дырочки то есть вообще стопроцентный вариант по сути точный не ошибешься хайфан тебе написали так гранатов для cpm тут в принципе не нужно получается она ну для выку 3 тоже вряд ли нужно за почему маппер и так разместил дальше слик слик понятно что ну так как тут рассматриваем пролетаем либо здесь либо здесь на самый такой вариант нормальный обычно лучше здесь потому что здесь немножко затруднительный очень часто зацепляешь лесенку в полный рост к вы проводишь но при сиди да и со второй лесенки на слик ок окажется без оба быстрее да но он тут он то конечно есть но да карта сейчас без обувь да и и сервер у нас без обувь карта без обувь то есть сама карта скомпили на без обувь на карте нету ну сликаем заходим в телепорт и в cpm все по спейсингу в принципе идет к тому что мы делаем вот как я сейчас сделал дабл джамп делаем примерно джамп тут и делаем там берем сразу плазму и кузьмим я так и не посмотрел если хорошо прострейфится можно ли сразу туда налево без лишних прыжка сразу можно тоже можно надо было предыдущим а ну ты где надо было перед телепортом вот по идее да тоже можно но тут немножко сложнее как бы надо ты более диагонально получается будешь уходить и к стене можно это по идее быстрее будет на один прыжок получается себе бога ну и в общем то как мы делаем сто процентов разными прыжками возьмем и стараемся попасть сразу вот сюда на ненаклонную напрямую чтобы успеть хорошо набрать скорость до чтобы набрать скорость и собственно ничего тебе не отказывай здесь у нас опять же несколько вариантов либо самый простой как я сейчас ну то стандарт новый задуманный маппером задуманный да ну может быть не ну ну да так так и будет задумано он же так сделал сейчас задумал вот либо есть еще два дополнительных сложных усложненных вариантов либо мы возьмем вот сюда и отсюда поворачивать пытаемся на слик я видел как сделали так люди в онлайне скорости не так много и поворот лучше получается да там надо просто у меня получалось пару раз обещано но я думаю понятно как там дальше ну да либо тут же показывает следующий вариант связаем нафиг все стены и сразу на тему слик он по сути сей как бы сложнее чем чем второй вариант и гораздо сложнее чем первый вариант его я думаю топ-1 у нас сделал да то есть нужно и направо и налево завернуть все среда и высоту нормальную иметь и в общем да ну тут оптимальную скорость примерно 800 900 как как я понял за время игры на этой карте примерно тоже надо лететь четко диагонально чтобы не врезаться в потолок и чтобы вообще не потолок не задействовать а максимально наверху быть и тогда залетаешь принципе достаточно простенько ну это очень сложно в принципе даже не знаю кто из ну я у меня пару раз включалась я честно пытался 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 и как-то неудачно в общем то не добил я этот переход мы будем ходим дальше в общем ну нет чтобы там становиться сейвпост сделать ну здесь мы понятное дело как бы залетаем завод допустим ты падаешь на слик падаю на слик и просто одним движением руки так скажем просликиваем весь этот угол тут как раз вот краешка можно сказать неразрывная линия получается то есть вы не упадете и можно четко про сликать там 1700 1600 скорости и с такой же скоростью а давай-ка кстати вот здесь время полете как ты после поворота падаешь типа на слик да 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 вот все засейли так клип выбираем в общем-то стик и и по спейсингу если скорость вот у меня 4400 сейчас было примерно тут прыгнул если у вас 1600 то вы прыгаете как раз перед кильпортом это нужно для чего чтобы сделать такой дабл джамп нужен чтобы за ну вот засейвить полпрыжка где-то наверное да полпрыжка и за счет этого сейва получается что минус ну минус полпрыжка наверное получается то есть если так то вы тут впритык стрей стрейфите к этой стене и приходится вилять и дальше к в принципе энтер таки проходил притормозить да даже немножко притормозить придется стрейфите стрейфите и как то вот как то так финишировать либо делаете дабл джамп с большей скоростью да эти полпрыжка ну она посильнее конечно посредоточение стрейфить и как раз у вас четенько по паддикам все получается и вылетаете до финиша в принципе как я ну вот как я тестил примерно по своим чекам которые у меня в оффлайне разница вот такой в концовке либо так либо сяк с дабл джампом плюс 800 выходит в общей в общей сложности то есть надо это немало кстати так что это ну грубо говоря почти секунды вот на одной финишной части так что я думаю это очень значимо но этот килл даже там подожди сейчас мне интересно да я сейчас этим спектатором туда полетаю покажу людям чуть я здесь спектатор не просто показываю то что здесь вот нельзя нифига а он низко здесь можно пролететь под ним под этим клипом но там кильнешься то есть который разделяет вот этот последнюю часть имеешь ввиду да 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 он низко здесь под ним хрен получится хотя да не вряд ли я еще подумал разогнаться пустить два рокета как-нибудь вперед стрельнуть и прямо не касаясь пола прямо в миф пиксель от пола словить эти два рокета и залететь наверх но он он совсем совсем он у пола и мне кажется там ким триггер уже ты не успеешь да скорее всего нет он совсем у пола тоже прям впритык почти в полный рост а там раньше киля это ну в общем то такая вот карта много вариантов думаю все посмотрим демках кто как смог кто что придумал кто как решил для себя ну и посмотрим естественно топ один который срезал вот так вот полетом сюда сюда и три стены получается вот такая вот карта текстуры в принципе что сказать текстуры такие вроде бы ну да они неплохие здесь свет прикольный светится тут все да в принципе неплохо а здесь написано что нибудь а have fun ну ладно давай тогда демки смотреть да давай посмотрим так ну значит варкап сто пятьдесят сто семьдесят семь у нас уже начнем с VQ3 у нас три демки VQ3 ну что ж топ 3 Майкл Майкл РД Россия не знаю что такое РД тоже не знаю может так то расшифровывается play может и не цел 44.0.48 44 секунды но я не знаю с чем сравнивать сам я к сожалению не достужился хорошо поиграть VQ3 вот он использовал Rocket перед ямой чтобы нормально допрыгнуть угу вот хватал у нас Слик глубоко пропрыгивая с гранаты с гранаты вот он допрыгивал с гранаты сразу до Слика вот высоко тут все кстати не плохо даже не пришлось по второй стенке полазать позади ну так средненько прошел как бы вроде неплохо не ни одной ошибки да без ошибок чистенько ну посмотрим что же фиос раз мт быстрее на 0.7 ну это поздравляем конечно майкл с топом третьим местом фиос поздравляю у тебя стоп 2 ух молодчика самое 40 368 посмотрим play ну я даже не знаю наверно на старте он частично взял или на старте где-нибудь 0.7 начало неплохое да начало нечет прыжков яму целиком перепрыгивал по сбоку не пропрыгивал быстрее таким образом он без гранаты использовал вот в этом наверное да запрыгнул могу пораньше поздно мне кажется да вот здесь притормозил много скорости потерял хотя но видно было что он занервничал после слика последний слик когда пролетал видно было что можно было об стенку как-нибудь и побольше скорости хотя я не знаю как там по прыжкам получилось бы дальше попрыгать или нет может нет ну что ж топ-1 гризли воронеж посмотрим play с 41.6 быстрее еще на 2 примерно 1.7 интересный серкал начало в принципе такое же по сути на прыжок меньше он раньше начал первый вязать целиком через яму гранату заранее пускал но выкутрить здесь гранаты получше нет он все проплазмил на на плюсик на плюсище просто от стенки да от стенки и вот здесь у него на прыжок меньше получился чем последние демки да вот тебе и 41 ну поздравляем гризлист топ-1 как-то с победой с победой я на карте Люси овчаркин ну что ж дальше у нас пойдут демки cpm начнем с cx я 40 0 40 прибил выкутри даже перебил выкутри на 1 и 3 красава play 40 посмотрим ой я не ту демку запустил эй окей сейчас еще разок давай скажешь 40 0 play демка из онлайна прикольный старт очень мне понравилось именно как он закрутился оу налево на второе сроки ты использовал вообще слик не использовал мимо проскочил угу кстати очень хорошо плазми для своего скилла ну он постоянно занимает последние места на сколько пол ну то есть он начинающий игрок и даже несмотря на это он по-моему очень даже неплохо проплазмирует и топ 7 сервере за по-моему из 10 ну да не последние это уже хорошо да даже хорошо что ж дальше рикошер идет демка за 36,7 быстрее быстрее на 3,3 3,3 2 секунды ну 3,3 да play австралия австралиец у нас человек с другой стороны шарика от нас ну начало уже быстрее получается да разъезжал слик проскочил кстати попал сразу на второй слик не использовал гранату с наклонной или попал на стена надо было получше заворачивать мне кажется ему не хватает консультации со стороны более опытных игроков он поэтому может быть нет они оба молодцы и CXE и рикошер они прошли в принципе без ошибок но вот рикошер по моему если CXE он растет как я вижу а рикошер по моему все на одной планке как то держится поэтому мне кажется он некоторых вещей просто не понимает и ему надо мне кажется объяснить как то чтобы он понял и чтобы он начал исправлять как бы сми для чего тогда вытрости ну это лично не знаю не знаю я его просто с этого с nick summercup был да по моему там 4 хорошо ну ладно давай переходим к следующей демке это у нас демка за 33.3 от торнера что то как то медленно что то да на 3 секунды быстрее 3 и 4 если быть точным наш однополчанин россия в принципе ров такой же получается пока более четко конечно проскочил сразу все куда надо делал тут два прыжка заюзл классно интересное решение у нас становился чтобы сделать хороший circle и вот вот по прыжкам кстати вот именно так же выходит если делаешь double jump и ну вот из телепорта делаешь double jump и хорошо страниц не знаю то что он остановился он сколько секунд потерял вот я не знаю зачем так сделал такую демку отослал что ну ну он как бы сделает ради серку сделать не знаю ну в любом случае быстрее ну там дело в том что там не теледжамп а просто джамп по идее ну то есть там нельзя сделать джамп с набором скорости там 600 700 ладно дрим на 1 и 1 побыстрее россия да топ-3 уже топ-3 да поздравим дрима с этой победой для себя в первую очередь мне кажется таким игрокам очень важно мне кажется видеть себя иногда в топе даже если ну не играли более серьезно кстати очень буст получился и прям запрыгнул отлично в эту дырку да вот очень немножко работа меньше палка для не да он завернул он сделал это же circle сделал слушай чувак респект красава ну торнер не сделала триллер понимаешь ты просто красава растешь да очень неплохо дальше you дмитрий россия урай посмотрим play быстрее еще на 08 получается мне мне кажется с вылетом из телепорта там что-нибудь сделает ну может ну отлично после тоже получилось хорошо проскочить что я да ну хорошо очень классно да неплохо поздравляем 102 до поздравляшки и дмк за 26 и 4 посмотрим здесь она о союса вроде как на сайте написано то что это хейдис моментом я уже был кто ну да да там еще я гляну потек до написано что хейдис но чего взяли что это он я не знаю может написал кому-то не не это он у него может не к стоит хейдис мы посмотрим play быстрее на 5 секунд чем вот этот последний посмотрим где он здесь что-то сделал пледный формига нет ни хейдис пролетел отлично все что надо сделал прыжки и за связал все что можно на 1600 пролетел в телепорт сделал дабл джамп и по прыжкам да если бы у меня получилось сделать этот развор и тьми да да это хейдис если бы у меня получилось в принципе ну я бы думаю я 25 бы думаю сделал у меня все все побыстрее чего него просто я просто целенаправленно пытался вот этот tricks сделать но он очень сложно на самом деле почему-то у меня он никак не получалось то есть он получался когда допустим 5 минут уже в том же моменте прыгнул в общем как вы можете видеть вот на сайте дефракру можно посмотреть вот они таймы здесь размещены можно скачать все демки если кто-то хочет здесь комментарии есть к ним и сейчас стартовал новый компетишен называется рокетки и 13 что помимо сказать радует нас опять айдем в принципе карта очень даже неплохая очень даже на наблюдательность я высказал вроде как рокет бфга сейчас я посмотрю быстренько хочет такое насколько районе 20 не знаю 30 секунд выку 3 наверно будет ну наверно неплохо сделаю ставку 25 секунд выку 3 примерно потому что там ну я ее поиграл уже примерно в разнице особо нет ну чтож ждем ваших демок всем хороших таймов хороших выходных не только выходных всем веров ну и удачи всем пока всем удачи всем пока